Привет, мои любимые слушатели! Сегодня темой нашей в раскладе будет такой вопрос. Когда враг исчезнет из вашей жизни? Уйдет? Чтобы больше не вспоминать, как говорится, как страшный сон. Посмотрим, давайте сделаю 4 человека. Посмотрите, выбирайте своего, может быть у вас не один. В общем, выбирайте, думайте. Сделаю 4 человека. Посмотрим, когда, как, что. Все посмотрим. Так, все посмотрим, все увидим. В конце еще по подсказочкам пройдемся, что нам нужно предпринять, что нам нужно делать. Как нам себе помочь. Ну вот, вроде как. Надеюсь, вы определились. Так, я начинаю. Чек номер 1. Посмотрим, как он. Давайте посмотрим под описание, да. Что это за человек на самом деле. Какой он, что из себя представляет, кто он, что он. Так, кто-то, что-то. Что вообще. Одиночка по жизни. Не скажет, что тут он прям весельчак, балагур. Тут человек у нас в одиночестве. Не любит, когда масса народу рядом. Любит побыть наедине со своими мыслями. Поразмыслить о том, что делать. Что им нужно. Вообще человек сильный достаточно. Но здесь идет о том, что он больше на себя обращен. И в свои потребности, в свои интересы. Здесь ради своих интересов он готов от многого даже отказаться. Человек такой интересный, привлекательный может быть даже внешне. Хорошо. Как он к вам относится, этот враг? Как этот враг к вам относится? Считает вас жадным. Считает вас свободным. Считает, что вы защищены, что вы реально можете смотреть на вещи. А еще от вас надо как-то защищаться. Но вы умеете уходить как-то от конфликтов. Вы как-то можете сгладить эти углы. Вообще считает вас как-то не особо честным. Даже где-то считает вас иногда человеком способным на какую-то подлость. Для него это такие моменты неожиданные. И не очень честные он так считает. Потому что карта выпала вот эта. Не особо вы честны можете быть. Но а так в целом это неплохо. Вы считает вас и свободным. И реально вы смотрите на вещи. И защищаться вы умеете. И даже если на вас нападать открыто, принародно. Вы как-то можете себя отстоять. И так достойно. Хорошо. Вот это вот ваша вражда. Какое состояние дел у вас на сегодня? Что между вами на сегодня? Что-то между вами, в вашем ссоре, в вашем конфликте участвуют еще какие-то мужчины. Вообще пока размышляете. И вы, и та сторона размышляете, что предпринять еще. Видимо обсуждение идет с мужчинами. Вы можете обсуждать с людьми. Он, ваш враг, может с мужчинами вас обсуждать. Какой следующий шаг предпринять. То есть здесь ваш враг выбирает какой-то удобный случай. Думает, что делать. Потому что сейчас идет размышление. Прикидывают примерные ходы. Какой еще сделать шаг в вашу сторону. Но размышление о том, что все-таки это будет неожиданно и не особо честно. Хорошо. Возможное развитие вашего конфликта. Возможное. Тут, конечно же, любовью-то и не пахнет, я хочу сказать. Естественно, кто-то будет в поражении. Кто-то будет в кризисе глубочайшем. Но даже в такой ситуации кризиса все равно найдет все силы защищаться. Все равно найдет возможность себя закрыть. И еще здесь поможет женщина. Чья-то жена. Или ваша. Или его врага, жена. У кого женщина у нас. Может она подскажет какие-то многоходовочки, которые помогут выйти из этой ситуации. Так. Здесь будет пораженный. Кто-то из вас все-таки проиграет. Кто это будет? Кто проиграет? Тут как-то я про вас спросила. Да, вы, допустим, это вы? Они говорят, нет, вы как будто бы выйдете из этой ссоры, из этого конфликта на коне. И как бы уйдете в закат. То есть, но навсегда, надолго, можно сказать, запомните этого врага. То есть, не скажешь, что вы его забудете в тот же ник. То есть, после конфликта, после разрешения конфликта, вы как-то на коне и будете очень с собой довольны. Но вы как-то запомните вот этот опыт. Это действительно опыт. Значит, ваш враг будет висеть в жертвах. Ну, а вы выходите здесь хорошо, из этого конфликта как-то с собой даже горды, довольны. Вы как-то найдете возможность, лазеечку, выхода правильного. Хорошо, а что нужно предпринять, чтобы победить, чтобы одолеть? Что нужно предпринять? Тут они говорят, вы многие вещи не знаете. Надо все-таки посоветоваться с каким-то мужиком. Но у вас, я так понимаю, и так мужчина есть. Вы и так советуетесь. Он какой-то, есть у него такой опыт подобный. Или, может быть, он даст дельный совет, который вы даже предположить не могли. Потому что с другого угла вы как-то зайдете, вы с ним пообщаетесь, с этим мужчиной. И у вас будет найдено решение. Решение найдете, и вы все сделаете по закону. По, как это говорится, правильно, по справедливости вы все сделаете. Выйдите красиво на коне из этого конфликта. Так, хорошо. Что, как, когда примерно, когда это будет? Когда закончился конфликт? В принципе, это может закончиться к концу этого года, в этом году конфликт. Ближайший год-два здесь, потому что здесь у кого-то идут суды, если это через суд вы будете что-то делать, то здесь по суду. Если как суд закончится, все так, собственно, и действительно все, разойдетесь в разные углы. А у кого-то это будет через какого-то влиятельного, сильного человека, который сможет здесь вмешаться и поставить точку. Как-то помочь, проконсультировать. То ли советом своим, да, красивым, как-то скажет, что делать. И вы сделаете так, как вам он посоветует, да, вот поставит вам эту задачу, сделай вот так, вот так, вот так, и у тебя будет то-то, то-то, то-то. Тогда здесь намного все быстрее. Ну, а в ближайший год-два конфликт закончится. Ну, тут даже может быть в этом году. Потому что здесь надо послушать совет какого-то мужчины. Он обязательно вам даст правильное направление. Не говорят, что бы ни происходило, не надо отчаиваться. Здесь не в этом суть. То есть грусти, не грусти, вы себе ничем этим не поможете. Здесь обязательно надо верить в себя, в свои силы и действовать. Потому что здесь очень большой процент того, что, правда, на вашей стороне будет, по сути, по факту, вы выйдете победителем и, собственно, уйдете из этих отношений в закат. А он будет сидеть и ей это, слезы проливать. Как так? Так, какой совет, что вам делать, чтобы победить еще? Они говорят о том, что здесь этот тяжелый путь, он, это не тьма. Вот этот конфликт, это не тьма. Это вы учитесь, это способность научиться выходить из любого рода конфликтов. Это возможность научиться не наживать врагов на ровном месте, грубо говоря. Или, допустим, как-то заранее видеть, что с этим человеком возможен конфликт и вот такое вот развитие может быть. Поэтому здесь они говорят о том, что это время просто для вас, чтобы вы научились. Вот это карта победы, то, что победа будет. Но здесь еще вот эта карта говорит о том, что надо научиться и нападать, и одновременно защищаться. И нападать, и защищаться. То есть надо научиться как-то это делать виртуозно, как-то красиво. Вы просто учитесь и нападать, и защищаться. И в конечном итоге карта победы. То есть они о том же и говорят. Здесь самое главное учиться, защищать себя, не давать себя в обиду, но чтобы это все было красиво. Без там топания ног и матюков, грубо говоря. Вот эта карта. Карта мне она нравится тем, что я иногда ее вижу, вздрагиваю. Почему? Потому что она говорит о том, что доброта, да, иногда она бывает маской. Потому что за этой маской скрывается, может быть, змея, да. То есть с одной стороны мы добрые, да, подаем что-то. И тут же другой рукой отсекаем. То есть, как бы сказать, доброта, которая хуже воровства иногда. Здесь подумать надо об этом. Потому что вот эта карта доброты, она бывает, что... Ты не знаешь, да, то ли ты делаешь добро действительно, то ли ты этим добром делаешь зло. То есть вот она как-то так, двуликая доброта. Хорошо. Человек номер два. Смотрим, когда враг уйдет из вашей жизни. Посмотрим, вообще как, что будет происходить у вас с этим человеком. Так, что это за человек? Сейчас посмотрим, что это за человек. Кто он, что он, вообще о чем речь, о каком речь. Ну, я буду говорить, да, как есть. Потому что вот как они описывают, я так и буду говорить. Вот этот человек, он на самом деле считает, что он очень справедливый. Он может взвешивать, да, где добро, где зло, где красное, где черное. То есть считает, как ты со мной, так и я с тобой. То есть здесь все сделанное, как знаете, взвешивает ровно столько, сколько ко мне. Вот как ко мне люди относятся, так и я. И отсюда, исходя из этого внутреннего компаса, принимается решение. Вообще человек любит путешествовать, любит ездить, перемещаться. Может даже менять место жительства, менять работу. То есть он не сидит на одном месте, на одном месте долго. Вообще, я не скажу, да, мужчина это или женщина, потому что у меня и мужчина выпал, и женщина выпала. Поэтому здесь человек в любом случае очень эмоциональный и такой, может себя преподнести для противоположного пола так, чтобы быть привлекательным, чтобы понравиться с первого раза. И такой любитель, я бы сказала, противоположного пола. Так, что еще? Какие-то бывают передряги попадают, и еле-еле, как говорится, ноги уносят. Не особо расчетливые, не особо глубокие, больше поверхностные. Так, хорошо. Сейчас посмотрим тогда, как он к вам относится, этот человек. Как он к вам относится. Что-то считает, что вы из любой ситуации найдете выход всегда. Считает вас человеком, который очень бережливый, очень экономный, даже где-то слишком экономный, даже, можно сказать, жадноватым вас. То есть у вас деньги водятся, вы их умеете зарабатывать, откладывать, внимательно к деньгам. Но, если что-то там попроси, типа, вы еще подумайте, 10 раз давать, не давать. Вообще, вы человек, который критично ко всему относитесь. Считает, что вы человек конфликтный, и в конфликте вы на равных. То есть считают вас таким человеком, который вступает в конфликт по-честному. То есть не из-под тяжка, не из каких-то там подковерных игр, а именно в открытую идете. Что еще? Считают, что вы каким-то образом защищены, закрыты. Может быть, вы умеете себя защитить, закрыть. Но, в любом случае, очень вы критичны. Бывает, что-нибудь там преподнесешь, вы еще 300 раз подумаете, да что-то такое, что-то мне там подари. Ну, такой критичный вы человек. Так, хорошо, состояние дела на сегодня. Что между вами, как этот конфликт на сегодня разворачивается между вами. Что-то какая-то остановка у вас показывает. Как будто какой-то тупик, состояние тупика. Кто-то сидит, думает, размышляет, что делать дальше. Кто-то уже наплевал, уже своими делами занимается. То есть, тут как-то такой-то тупик, остановка, которая каждый занимается своими делами. Вот такое ощущение. У кого-то из вас двоих есть сейчас какая-то цель, и человек этой целью занимается. То есть, переключился на какую-то цель, и этой целью пока занят. Еще человек сейчас набирается сил, то есть, отдыхает, занимается своими делами, набирается сил, размышляет, думает, что же я буду делать дальше. Вообще, мысли печальные об этом конфликте, потому что человек на самом деле пока не знает, что делать дальше. Что бы еще такое придумать? Пока здесь каждый занимается своими делами. Хорошо. Возможное развитие вашего конфликта. Возможно. К чему вы придете? Возможное развитие. Все-таки будет подключать людей. И та сторона все-таки будет подключать людей. Не справляется в одиночках, не понимает, что делать. Господи, боже мой, а. Что я говорила? Так. Возможное развитие событий. Чтобы все-таки избавиться из этого конфликта, подключается человек и... Так. Давайте так посмотрю, по-другому. Возможное развитие конфликта для вас. Вот так. Для вас. Возможное развитие конфликта для вас. Возможное развитие конфликта для вас. Что-то вы будете недовольны. Очень будете недовольны. Вы выбираете человека какого-то в помощь, кто вам будет подсказки давать. Но по итогу он вас куда-то не в ту сторону уведет. И в этом конфликте вы здесь проигрываете. Здесь ваша проигрыш. Почему? Потому что вы куда-то вообще в другой степь уходите от намеченного курса. Вас сбивает с пути какой-то человек, с которым вы будете это все дело обсуждать. Вроде, да, движение вперед, шаг за шагом. Вы строите ходы. А по сути, а по факту будете в шоке. Будете в дураках. Будете понимать, да, откуда ноги растут. Но, как говорится, поздно. И решение-то уже сделано. Уже не убежишь. И вы в отчаянии. То есть здесь, в этом варианте развитие конфликта, увы и ах, не в вашу сторону. Поэтому пока не поздно. Я же сказала, возможное развитие событий, да. Подумайте про человека, который рядом с вами, который дает вам советы. Потому что именно мужчина, советчик вас сбивает, вообще куда-то в другую сторону уводит. Почувствуйте себя дураком. Что предпринять? Что нужно вам сделать, чтобы оказаться в победителях? Что нужно сделать? Тактика боя менять. Тут вообще надо по-другому. Надо вообще найти другого человека, советчика, одиночка. Человек в одиночестве очень много знает. Он подобными делами, может быть, как-то и занимался. Или имеет опыт подобный. Либо со стороны человек, да, профессионал какой-то. Либо у вас есть такой знакомый, у которого был подобный опыт. Поговорить с этим человеком надо. Сменить, короче, вам этого советчика. Здесь с другого угла надо вообще по-другому принципиально здесь бой вести. Здесь вы заложены какой-то стратегии, которая не верна изначально. Надо как-то менять тактику. И вот с этим человеком поговорить, подумать. Он вам даст решение. Хорошо. Хорошо. Когда закончится? Когда закончится эта ссора войны? Какие-то вам факты нужны? Вам нужны какие-то или документы четкие, либо какая-то информация, которая будет очень-очень полезна. Конфликт будет перерастать и еще более что-то острое. Здесь задействованы какие-то деньги и обмана очень много. Может быть ради денег это обман, собственно. Но надо или документы какие-то, или какая-то информация, которая вам поможет. Которая переломит ход. Здесь вот так вот материться, ругаться словесно, перепалка, никак, вообще никак не помогает. Здесь нужны какие-то факты, бумага какая-то, да, бумаги. Или какие-то конкретные аргументы. Подумайте. Для этого боя именно нужна информация. Бездущие. А вообще будет очень много обмана. Поэтому здесь надо быть ко всему готовым. Когда закончится конфликт, когда вы выберете правильную тактику, найдете убийственные аргументы и будете действовать неожиданно. Вообще неожиданно. Не так, как раньше. А как-то неожиданно из-под другого угла. Но это должна быть конкретно и, как сказать, убивающе, поражающе. Вам женщина, кстати, может очень хорошо помочь. Женщина может вам очень хорошо помочь. Она как-то реально вот с другого угла может эту ситуацию посмотреть, увидеть. И она как-то может даже как-то вам так объяснить по-другому совершенно, как сказать, развернуть лицом вас, да, на эту проблему, на вашу. И указать слабые места вашего противника. Женщина может быть и подруга, может у кого-то жена быть. То есть, какой-то человек, которому вы доверяете, человек очень интересный, мудрый. Здесь конфликт может закончиться. Тут как будто от вас обоих зависит. От того и от вас, от обоих, вот вы в этом конфликте, как будто вы тянете, тянете вот эту резину. Ага. Да, вот. Стоите сейчас в паузе, сидите, не знаете пока тупик, что делать. И вот он тянется, тянется. Они говорят, что тянуть? Надо с другого угла, надо подобрать и понимать, да, каким образом ударить неожиданно, чтобы это все поставить в жирную точку. Это может быть в ближайшие месяцы, может быть в этом году, до конца этого года. То есть, все будет зависеть от того, как вы найдете выход, какие аргументы у вас будут. Да? То есть, вот это вот. Так, вам совет, что же делать-то? Совет, что победить, вообще что делать? Совет, и дайте нам хороший совет. Дайте нам совет, что делать. Быть гибче здесь, не надо на пролом. Надо быть гибче намного. И цель поставили, куда хотите его одолеть, этого противника. Идите до конца, до талого, да? Как моя мама говорит, идите до талого. Потому что вот эта цель, она тяжелая, она долгая. Вот он стоит, вот этот вот товарищ, охотник, да? Вот он гонялся, гонялся за этим кабаном, гонялся. И вот он, видите, он на нем, его убил, стоит одной ногой на нем, и весь такой уставший, уставший. Потому что цель вот эта, она его просто измотала. Но он все-таки ее достиг. Они говорят о том, надо быть гибче. Надо уметь, да, как-то с разных сторон залезть без мыла. И здесь обе карты, то, что вы получите, да, карта сбора урожая и карта победы. То есть, здесь меняйте тактику. Однозначно меняйте тактику. То, что было раньше, не работает. Меняйте себе советчика. Потому что тот человек, который рядом с вами, вас вообще не в ту сторону ведет. Вот этот человек, опять говорят о том, что ваш враг, он сейчас на самом деле тоже, он сидит, размышляет в одиночестве. Он находится сейчас в одиночестве. И вот это одиночество, оно не дает ему возможности тоже трезво взглянуть здраво на вашу ссору, конфликт. Он точно так же, как и вы, пока не знает, что делает. Он размышляет. Поэтому пользуйтесь, как говорится, моментом. Паузой. Так, человек номер 3. Человек номер 3. И выпадает у нас дух дурака. Дух приключений. Посмотрим, что у нас за дух приключений. Что этот человек, кто этот человек, ваш враг. Какое? Какое? Дурак. Дурак. Он дурак. Дурак. Два дурака. То есть, один дурак, двойной дурак. Вот так я сказала. Что за человек? Дурак. И все сказано. Почему дурак? Потому что ведете себя как ребенок иногда, как подросток, как неразвитый, как, знаете, как неразвитая личность. Человек, который придумывает себе, вот, вынь и положь. Как говорится, вот хочу, вот надо мне. Мне прямо сейчас и побыстрее. А если нет, так давайте тогда хамить. Давайте будем топать ногами, ругаться, чтобы мне дайте. Я хочу. Считает себя сильным. Считает себя главным. А вообще, в основном, получает по жопе. Почему? Потому что не всегда люди делают так, как он хочет. Ну, такое ощущение, что здесь, знаете, вот, вот как дети, да. Да, увидел там на полке игрушку. Вот, купи. Мама, купи. Мама, купи. Мама не покупает, но ногами топает. Устраивает в стерику скандал. Вот, в общем, либо по жопе получает, либо все-таки получает то, что хочет. То есть, либо-либо. Вот этот человек из той серии. То есть, устраивает конфликты, скандалы. Хорошо. Как он к вам, этот человек, дурак, относится? Как он к вам относится? Он считает, что вас вообще не может просчитать. Он считает вас человеком, который вообще неожиданный для него. Вы для него непонятны. Вы для него как закрытая книга. Закрытая книга, которую он никак не может начать читать. То есть, вы человек, который вступаете в открытый бой, можете быть достойным соперником. Вы даже сильнее во многом его. Считает, что вы человек, который знает, чего хочет. Знает, к чему идет. Знает, с кем идти. Как кого выбрать в партнеры. Допустим, если цель ставите задачу, вы знаете, с кем вы будете к этой цели идти. Они считают, что вы из любой ситуации найдете выход. В любой ситуации. Считают, что вы человек, которому не так просто подойти. То есть, вы как будто бы держите людей на расстоянии. Еще вы человек, который может легко поставить точку. Я сказала нет, значит нет. И все, и хоть что ты там делай, вам вообще пофиг. Хорошо. Состояние дел между вами на сегодня. Что между вами сейчас в вашем конфликте происходит. Что-то у вас, вокруг вас какие-то люди. Вот сейчас в вашем конфликте очень много людей. Тут и женщины, и мужчины. И что-то все дают советы. Куда идти, как делать. То есть, все помогают выстраивать стратегию боя. И как будто даже получается, что шансы выпадают. И вы как-то так в этом потоке ссор как-то делаете какие-то... А у вас прям сейчас такой открытый конфликт. Хорошо. Возможное развитие конфликта для вас. Как дальше он будет развиваться, этот конфликт, для вас. Слушайте, но вот того человека, вашего дурака, ведь не оставляют рядом с ним люди, которые помогают. Было бы намного проще, если бы он был в одиночках. Но так как он не один, вы получается бьетесь, у вас конфликт идет еще с другими людьми. То есть, один против пятерых, допустим, да. То есть, здесь вы за дурака люди бьются. И, грубо говоря, и вы против этих людей бьетесь. Возможное развитие событий. Так и идет. То есть, что вы будете конфликтовать уже не с ним, а с другими людьми, которые за него идут. И баба, и мужик. Причем баба такая вроде мягкая, а мужик такой резкий. Какое это самое, примерное, возможно, развитие. Вы многое поймете. Вот в этом конфликте вы очень многое поймете. Вы что-то узнаете, что-то интересное. Какое-то сообщение, какое-то известие, что-то очень интересное. И вы как будто что-то вот как-то по-другому на это все посмотрите. Так, какое возможное событие, развитие событий для вас вообще по итогу примерно, да. Вот это сообщение, вот это известие, которое вы неожиданно узнаете, оно как-то повлияет вам принять правильное решение, увидеть проблему с другого угла. И вы начнете быстро-быстро действовать. Причем вы сделаете правильный выбор и дождетесь как будто бы момента, который вот прямо решающий будет. Здесь правильно, надо будет расставить все акценты, вы сделаете, вы правильно найдете решение и дождетесь момента, когда вы ударите. Ну, в общем, здесь я так понимаю, что точку поставите вы. Что предпринять, да, вам? Что предпринять, побольше нужно аргументов здесь, важных аргументов, нужных, может быть, даже каких-то документов. Что предпринять, обратиться или к юристам, или к начальству, кто там у вас, или людям, которые служат закону, в погонах, например. И нужно будет даже деньги кому-то заплатить за это. Не отчаиваться, никогда не отчаиваться, не опускать руки, как бы там страшно не было, да, вот враги же разные бывают, бывают там наговорят такого, ты действительно думаешь, бляда, что там. Они говорят, нет, без паники, победа может быть за вами, но надо найти аргументы, или какие-то документы, да, найти человека, юриста, например, да, даже деньги заплатить этому юристу. И это будет или ускорит, или как-то вам поможет. Когда закончится конфликт? Что-то везде лезут, вот люди везде лезут у меня, вот в вашем конфликте постоянно кто-то, извиняюсь, вылазит. Здесь, когда закончится конфликт? Как-то все здесь не быстро, здесь как-то все не торопливо у вас, потому что здесь идет война, в которой часто очень много людей задействовано. Они говорят, ну год-два точно. Идите до конца. Что? Тут, если бы он был один, вообще разговоров бы не было, а он подключил всех там в округе, и получается все за него, и бьют, и бьются против вас. Так, сейчас посмотрим. Совет, что вам делать? Что вам делать? Не знаете, как? Они как будто бы, вот не быть, да, как красная тряпка для быка, бежать. Вам показали, да, красную тряпку, а вы бежите. Ну, как говорили, уже на этот бой. Отбиваем все препятствия, все ловушки. Ждем спокойно, гибко. Здесь самое главное, не идти в лоб в лоб. Здесь они говорят, что все равно будет рассвет. То есть здесь, при любой тьме, потом все равно, по итогу будет рассвет. Вы знаете, вот ваша вот эта ситуация с этим дураком, это кармическая, кармическая ситуация. Здесь, видите, карта судьбы выпала. Судьбоносный вот этот конфликт, судьбоносный человек, враг у вас. Поэтому, никак не можете его обойти, по судьбе он выпадает. Вот, кстати, вот в этом ситуации, да, вот по этим картам я смотрю, здесь можно как сказать, что здесь даже еще решение не принято судьбой, да, кто из вас выиграет, кто победит. Поэтому здесь много вариативность, кстати, есть. Тут можно изменить вход. Вообще здорово. Почему? Потому что еще не определено. А, на это можно повлиять. Ну, что тут скажешь? Карта дурака выпала. Дух приключений, которые придумываете на дно место приключения. Ну, вот вы деретесь, грубо говоря, да, воюете против дурака. Тут комментарии, как говорится, излишни. Так, хорошо. Враг у нас номер 4. Посмотрим, да, когда же ты исчезнешь из нашей жизни. что это за человек? Что это за человек? Какой это человек? Кто ты? Кто ты? Что ты? Кто ты? Человек, вот этот ваш враг, он целенаправленный, он ставит все цели, задачи и идет. Он всегда ищет выход из любой ситуации, старается. Да, вот у него не получается, он такой, ага, с другого угла заходит. Не получается, ага, еще там с третьего угла. Да, то есть человек, который к своим целям идет любым путем, любой возможностью. Человек, который много рассуждает, много фантазирует, много себе придумывает. И вот когда он себе придумывает, да, он начинает действовать. Действийный такой товарищ. Человек, который любит встречаться с человеком лично. Ваш враг, он не любит вот это вот, где-то там, неизвестно с кем, ему надо человека видеть, чтобы понять, да, имеете с ним дело или не имеете. Потом этот человек, ваш враг, он больше на разрушение. Почему? Потому что вот он, допустим, поставил цель, да, идет к этой цели, раз, она не оправдала себя. Он раз, 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 все разрушил, все, нафиг она не нужна, все, надоело, и столько времени потратил. То есть уже обесценивает эту цель. А что-то человек вообще умеет, знаете, все с ног на голову повернуть. Бывает вообще оценка неправильная у него в голове. Как он к вам относится? Ой, он вас вообще не понимает. Абсолютно. Он вас не понимает. Он считает, что вы слишком уж какой-то беспечный, раздаете все направо и налево, слишком щедрый, хлебосольный такой, ну слишком уж, типа, что, нельзя экономить, поэкономнее что лежит. Считает, что вы можете себя хорошо защитить. Еще, почему-то карта выпадает отца или брата. Считает, что вы, может быть, в хороших отношениях с близким мужчиной, там, с отцом, с братом. Или, может быть, вас считает, если это мужчина, мужчина смотрит, да, загадал этот вариант, то, может быть, вас считает хорошим отцом. Вот так. Хорошим отцом. Что еще думает, что вы можете себя успокаивать, как-то быстро, как-то себя берете быстро в руки. И еще, если вас задеть, вы можете, конечно, быть опасным. Потому что вы можете, он не знает, как вы можете среагировать. Может, вообще в лоб, как дадите, да, в спинка. Ага. Состояние дел, между вами конфликт на сегодня. Слушайте, ну у вас сейчас прямо, капец-капец, какой прямо, можно сказать, самая буря, самая гуще событий, прям бой-бой. Тут еще женщины какие-то, у кого-то мать, у кого-то сестра, близкие женщины, что-то вмешиваются. А конфликт полный. Идет здесь, как будто уже и не остановить. Хочется остановить, но бесполезно. Может быть, это уже конец конфликта, потому что здесь идет точка, крах, когда все разрушено, и как будто еще и праздник, кто-то празднует уже победу. То есть тут уже как будто к финалу дела, или уже финал, вот так как-то, ближе к концу. Хорошо, возможно, развитие событий будет для вас. Чем может закончиться? Да, возможно, развитие. Вы из этого конфликта многое для себя поймете, вы многому научитесь, вы как будто бы по-другому станете смотреть на все отношения, и как вести диалог, и как конфликтовать, и как правильно вообще промолчать даже. То есть здесь вы очень много для себя подчеркнете. Здесь вы многое совсем, полная переоценка произойдет. Возможное развитие. Возможное развитие, то, что вы сделаете правильный выбор, в принципе, выходите здесь как-то более-менее без потерь. Что вам надо предпринять, чтобы победить? Что вам надо предпринять? Тут опять тоже 25. Нужны аргументы убийственные, нужна или информация, или бумаги какие-то, документы. Пустыми руками бесполезно здесь воевать. Что еще нужно? Правильно выбрать себе помощника, советчика, подумать, размыслить, расчертить план, предпринять на несколько шагов вперед и действовать. И еще заранее продумать отступные ходы, что будете делать. То есть все возможные многоходовочки. когда закончатся уже это все, когда? Знаете, такое ощущение, что здесь вроде заканчивается, заканчивается, и потом опять что-то вылазит. Тут вообще, знаете, как конфликт вроде закончился, исчерпали, все поговорили, договорились, расстались, все разошлись. Здесь возможно, вообще судебные дальше дела, то есть дальше пойдут уже, допустим, в суд. Все, вот так. То есть, допустим, не смогли договориться, или там раз договорились, но подстраховаться, или там, допустим, кажется, что человек все сказал, да, 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 а сам пошел и в суд. То есть здесь повнимательнее, да, что на вас могут суд подать. Или, может быть, вы все-таки решитесь, да, что не могу больше так с тобой воевать. Давай-ка пусть суд нас рассудит. Так, когда суд закончится? Когда? Ой, когда? Тут трудно сказать, когда. Тут либо, когда суд какой-то закончится, либо какой-то будет переломный, судьбоносный момент. Кто-то окажется в дураках, а кто-то под лицом. Вот таким образом. Тут закончится конфликт, если только кто-то переедет, поменяет место жительства, грубо говоря. Переедет. Тогда и закончится конфликт. Такое чувство, что одно закончилось, опять началось следующее. Как Санта-Барбара, следующая Сирия нашего конфликта. Что делать, чтобы выиграть в этом конфликте? Какой совет? Что нужно сделать, чтобы выиграть в этом конфликте? здесь пристрастно надо относиться. Может быть, взять паузу, отойти в сторону, свежим взглядом на все посмотреть. Опять говорят, гибче, гибче надо быть. Более, знаете, пластично. Не напрямую рубить с плеча, а именно как-то огибая какие-то углы, препятствия. Да, тяжело, мне кажется беспросветно, но это все закончится рано или поздно. Любую стихию можно приручить, любого зверя можно приручить. Главное, вести бой с достоинством. Вот у него палка, я на эту палку смотрю, так и хочется сказать, взять этой палкой и по хребту. Это я так, я шучу. Это говорит о том, что можно любого зверя приручить, любую стихию приручить. Просто надо взять паузу, подумать и найти как-то другим путем. Здесь не получается одним решением, одним махом рубануть. Эта карта говорит о том, что ваш враг не так уж глуп, он наоборот очень-очень даже не глуп, он во многих вещах разбирается и достаточно умело ведет диалог, можно даже сказать поставленный у него. Он умеет убедить, вот так, он умеет быть убедительным, еще он может быть манипулятором. Здесь важно все предусмотреть. Здесь вообще этот вариант самый сложный. Четверки у меня вообще постоянно какие-то сложные. Четверки, четвертые люди, стихии четыре, четвертого варианта, в общем, самые сложные всегда почему-то выпадают. вот такие у нас были моменты, сложные, сложная тема, тем не менее, раз меня попросили, не смею отказать. Пожалуйста, пишите себе комментарии, буду очень-очень рада почитать, послушать обратную связь. но и тебя, как обычно, желаю вам мира и добра.